здравствуйте это передача африка второй фронт в студии антон лемесев и сегодня будем обсуждать ситуацию в западной африке обсудить там есть что дело в том что недавно две крупные державы это германия сша завершили полностью вывод своего воинского контингента из нигера вот в частности начальник штаба германии доложил о том что все прошло согласно плану в координации между фрг и нигером и чуть раньше подобным же доложила командование войск соединенных штатов америки и и сегодня в нашей программе мы поговорим о том почему западная африка отдаляется от запада и будем обсуждать эту тему с доцентом рггу марии махмутовой здравствуйте мария добрый день с чем связан вот плановый выпуск вывод войска германии из нигера и собственно действительно ли можно говорить о том что сотрудничество по военному каналу этих двух стран прекращено или же она просто перейдет в иную плоскость но нужно отметить то что после того как состоялся еще военный переворот на территории нигера германия изначально не признала новое правительство легитимным как страны к вас и соединенные штаты все как бы началось еще с этого тем не менее авиабаза продолжала там существовать но далее германии так сказать пришлось договориться с новыми властями что не будут делать дальше и судя по сообщениям в течение всего лет немецкий мид ввел постоянные переговоры с нигером относительно своей авиабазы они хотели чтобы она осталась и вроде бы даже уже стороны были готовы подписать новое соглашение о том что авиабаза остается все продляется но тем не менее последний момент почему-то у нас остался закрытыми дверями почему все рухнуло нужно отметить во первых для чего была эта авиабаза нужна собственно здесь не было таких целей например как у франции или соединенных штатов о германии фактически был контракт с организацией объединенных наций на тему того что ее авиабаза делает помощь организации минусма от он минусма собственно заниматься помощью мали и здесь не было ничего такого сверхъестественного для нигера никто не покушался именно со стороны германии на независимость нигера здесь больше шел вопрос о том что германия поставляет информацию минусами о передвижении террористических группировок и и на самом деле по подсчетам там не так много людей оставалось особенно в последнее время на территории авиабазы чуть более 70 человек это как люди из частных военных компаний так и из официальной немецкой армии нужно также отметить что обе стороны как нигер так и германия попытались разорвать свои отношения именно в этом вопросе очень нежно и аккуратно потому что обе стороны все-таки заявляли о том что они будут продолжать сотрудничество по линии безопасности и окончание этого соглашения вывод войск не означает конец их сотрудничества то есть скорее всего переговоры будут вестись единственное что навряд ли германия в ближайшее время откроет какую-то новую авиабазу интересно конечно было бы понаблюдать как западная пресса оценивает эту ситуацию именно нужно отметить немецкая пресса она не писала ничего сверх крестичного для своего правительства они наоборот указывали что смысла оставаться немецкой базе там нет во первых нет официального договора немцы же любят все формализировать это выходить и тут их заложено и следующий момент на это же нужно тратить деньги из бюджета ну и еще конечно вопрос заключался в том что нужно все-таки обеспечивает людей и безопасностью чтобы они чтобы с ними ничего в том же самом нигере не случилось и судя по сообщениям германии не смогла договориться официальными властями нигера что их солдатам будет обеспечено обеспечена полная безопасность и никакого юридического преследования в их отношении не будет заводиться поэтому вопрос они собственно и не смогли договориться это было и один из основных пунктов принятия решения немецким немецким мином и министерством обороны что они выводят войска другая же западная пресса довольно критично относится к этой ситуации не немецкая в основном американской либо просто так который очень любит громкие заголовки начали естественно писать о том что нигер сейчас склоняется в сторону взаимоотношений с россией и ираном и возможно через тайные источники россии иран надавливают на правительство нигера с тем чтобы все иностранные войска западные уходили с этой территории но на самом деле я сомневаюсь что это имеет место быть потому что россия в основном туда поставляет африканский корпус и это преимущественно не военные с какой-то военной базы авиа или сухопутный какой-то нет здесь скорее идет речь об инструкторах а скажите пожалуйста сильно ли отличается ситуация с сша если мне не изменяет память действительно был какой-то договор заключен между нигером и сша но вот та хунта которая сейчас пришла к власти вроде бы ее позиции заключается в том что договор этот был не то чтобы антиконституционным но каким-то неправильным поэтому сейчас нет смысла это сотрудничество с америка продолжать ну во первых американская авиабаза она в основном работала опять же в отличие от немецкой не на оон а на африком который на сегодняшний момент основной центр не базируется в тунисе они поставляли туда и разведывательную информацию соглашение было но с предыдущими властями до государственного переворота и не скорее больше идет речи таких имиджевых потери для соединенных штатов что они потеряли эту базу а тем более это база в сахеле и им естественно нужно было понимать какое идет передвижение боевиков различных террористических групп либо кочевников туарегов поэтому здесь скорее больше идет речь об имиджевых потерях и опять же подчеркну что в отличие например от германии нигер сша разрывал как-то слишком громко эти отношения очень много было сделано в западной прессе акцента на контакт нигера с россией причем даже больше чем он есть на самом деле но там больше был посыл что россия выталкивает соединенные штаты и францию из нигера но здесь скорее шла речь о том что сша и франция официально они так и не признали текущие власти после государственного переворота в то время как германия была но в первых порах она тоже не признала но не громко об этом заявляла и во вторых потом говорил о том что да наша позиция может поменяться мы продолжаем вести переговоры то есть у германии все-таки была более мягкой позиции нигер я думаю что в связи с этим отнесся более спокойно к окончанию действия авиабазы то что они не смогли договориться здесь скорее больше даже в ряде моментов технические вопросы были препятствиям в то время как соединенными штатами конечно здесь вопрос имиджа и более того для самого нигера когда новые власти заявили о том что они не являются колонии сохранение американской авиабазы было бы тоже потери их имиджа то есть местные граждане спросили как это так если вы заявляете что вы независимы а американцы и французы тут находятся вот я думаю что здесь этот вопрос имеет место быть также нигерия и нигер подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области безопасности несмотря на ту напряженность в отношениях которые между странами наблюдается до сих пор документ был подписан главами оборонных ведомств стран в нем и и в чем заключается суть этого договора как вы считаете почему он был заключен именно сейчас и связано ли это с тем что в действительности после отказа от сотрудничества с сша германии с по сути дела крахом миссии минусма который тоже завершилась ничем страны региона должны как-то сейчас сами с джихадизмом и исламизмом бороться собственными усилиями на самом деле то что сейчас происходит между нигером и нигери это своего рода выход из тупика нужно признать что после быстростного переворота у них во первых сложились очень тяжелые отношения и я надеюсь вы помните что во первых нигер заявил о том что он выходит из организации к вас всегда доминировал обычно нигерия в связи со своим углеводородным высоким потенциалом экспортом газа на внешний рынок плюс это наиболее экономические стабильная страна в самом этом блоке и к вас это первый момент второй момент согласно все же документации к вас там заложен пункт о том что если власти какой-то страны из блока начинает действовать против своего народа другие страны к вас должны вместе взять и убрать это правительство чтобы навести порядок соответственно нигерия воспользовалась этим пунктом и в соглашении с францией начались переговоры о том что страны к вас при поддержке парижа начинают водить войска в нигер но этого не случилось отношения были просто ужасающими в ответ на это нигер и вместе с моли буркина фасо заявляли о том что они выходят из этого экономического блока и на самом деле это своего рода был действительно сложный политический тупик никому не выгодный то есть с одной стороны начинался вопрос дальнейшем о товарообороте который идет из нигерии на территорию нигера то есть я подчеркну что на самом деле внутри даже страны к вас нету очень высокого торгового оборота как например между странами европы в основном просто получается что все внешне торговые контакты которые имеют нигер и товары которые к нему поступают они естественно поступают морем а это как правило через порты соседних стран поскольку нигер не имеет водных границ и собственно нигерия это один из транзитных пунктов то есть раз здесь вопрос дальше шла поставках товаров и действительно были сообщения о том что все это задерживается и нигерия не хочет пропускать товары более того не стоит забывать что переворот переворотом но проблемы безопасности в регионе не никуда не делись они как были так и остались как правительство контролировала там столицу и крупные города так это и осталось остальное остальное это отдано на откуп различным террористическим группировкам таким как алькаида бука харам и с этим что-то нужно делать и судя по сообщениям последних двух лет там действительно творится хаос и более того у нас по не не геро даже нет реальных данных сколько человек было убито в результате нападения различных террористических группировок нас есть данные из буркина фасо что за 23 год только в результате террористических актов погибло аж 8000 человек это ужасающая цифра это просто говорит о том что власти не справляются с безопасностью для нигерии соответственно такая ситуация на границах хаотичные и нестабильны это всегда дальше вопроса что будет происходить в приграничных территориях может ли этот хаос перекинуться на страну и те же бока харам и алькаида могут спокойно через транспорядные границы переходите и чинить в деревнях нигерии все что им заблагорассудится хотят людей воруют хотят убивают хотят грабят соответственно вот эта проблема общей безопасности которая есть в регионе все же она пересиливает ряд политических амбиций слишком громких заявлений и здесь страны все-таки вынуждены договариваться между собой потому что вначале нужно расправиться с общим правом а уже в дальнейшем решать свои двухсторонние вопросы мне кажется здесь именно вот этот прагматичный аспект он сработал между странами и на самом деле если посмотреть западных аналитиков очень многие говорят о том что отношения между странами запутаны и те бесконечные туда-сюда лавирование нигерии по отношению к нигеру они довольно странные но здесь нет ничего такого сверхъестественного потому что когда у тебя умирает по несколько тысяч человек в год в результате нападения террористов тебе нужно что-то делать но чтобы в том числе себя легитимизировать что это за власть которая не может предоставить безопасность своим гражданам это минус и имиджевым потерям и политической стабильности соответственно нужно работать над рядом вопросов вместе и кооперироваться в решении этих вопросов потому что границы в сакеле они полностью транспарент также вот мали буркина фасо и нигер объявляли о планах создать конфедерацию некое новое объединение каким-то реальным делам это сейчас привело или пока это все остается планами на бумаге но во-первых они подписали ранее соглашение в этом году в июле о том что они формируют такой блок безопасности и собственно это их такой красивый ответ к вас но на самом деле дальше я уже задаюсь вопросом а как будет идти исполнение то есть я видел много новостных сообщений аналитических изданий относительно подписания этого самого акта а как дальше должна вместе действовать их армия как люди должны работать как вообще-то армия должна будет финансироваться кто за что отвечает к сожалению пока вот за последующие месяцы после июля ну ничего такого не было здесь конечно с одной стороны это такой громкий красивый ответ скажем так стран изгоев из-за к вас показать что а мы тоже можем вместе объединяться и действовать и действительно это имеет резон именно по вопросу безопасности совместно нужно что-то делать отслеживать передвижение бога харам и других террористов в регионе но опять же здесь вопрос как дальше они будут выстраивать архитектуру безопасности как будут действовать войска кто за что отвечает или каждый отвечает что-то на своей территории и они делятся разведданными за все это опять же нужно платить откуда брать на это деньги если посмотреть вообще на то как действовали именно организации по безопасности внутри стран и к вас очень часто наблюдалось это первый недостаток финансирования то есть опять же если мы посмотрим на опыт сахельской пятерки заявления были очень красивыми были выстроены институты даже там должности все перераспределено но когда ты смотришь на бюджет он крайне мал и крайне мало было количество человек участвовавших в этой организации именно солдат живых людей то есть на этом всем конечно делалось красивый пиар что например внутри сахельской пятерки проводятся различные тренинги как бороться с терроризмом в различных деревьях это все это было фантиком на фоне того что вопрос безопасности не решался следующий аспект конечно был минус но куда он привлекала солдаты именно из стран и к вас здесь конечно финансирование шло больше и построили сахельской пятеркой там и деньги были и опять же военные люди обучены были кроме того он постоянно проводила консультации обучение этих самых людей здесь как-то все более органично шло но тем не менее эффективность опять же была довольно низкой но здесь уже скорее проблема не в минусами а в том что государство было мали неустойчиво но и до сих пор остается что касается нынешнего вот этого интересного пакта между ниггером мали и буркина фасо я думаю нам нужно посмотреть будет через год-два что они реально смогли сделать потому что этот документ может остаться в африке документом никто ни к чему не придет может быть действительно они смогут создать какую-то архитектуру и откуда-то выпросить финансирование но опять же откуда брать финансирование то есть из европы которая могла всегда сахельской пятерки и минусами до денег они уже не могут обратиться международным организациям но может быть причем нам это нужно еще грамотно аргументировать потому что сами понимаете что международной организации просто так денег кому ни попадя не отдают и более того источники финансирования всегда проходят через опять же банки там соединенных штатов то есть как они здесь примут решение вот ну и опять же здесь очень часто многие указывают что может быть россия здесь поможет конечно африканский корпус имеет место быть может быть он займется обучением этих самых людей может быть он поможет выстроить на опять же вопрос насколько это все будет выгодно опять же для той же россии и куда брать деньги всегда этот вопрос по по деньги на спасибо большое мария напоминаю что ситуацию в западной африке мы обсуждали с доцентом рггу марии махмутовой спасибо и всего доброго до свидания мы переходим к следующим темам связаны они с теми стихийными бедствиями которые сейчас разыгрались в африке почти через месяц после того как проливные дожди обрушились на провинцию крайний север камеру на горит город ягу сейчас остается в значительной степени затопленном и жители пытаются справиться с напором стихии самостоятельно наводнение вызвано недельными сильных дождей привело к перемещению тысяч семей и уничтожила участки сельскохозяйственных угодий местные власти этой этого района сейчас выпустили экстренное обращение в связи с наводнением она затопила дороги вынудила жителей пересесть на небольшие лодки пироги также в регионе обрушился ключевой мост который соединяет основные районы с городами что еще больше осложняет движение сейчас по трассам стихийное бедствие нарушил также учебный процесс поскольку десятки школ не могут возобновить работу с началом нового учебного года учеников перевели в школы которые все еще функционируют префект округа майо дана и жан лазар ндонго сказал что они принимают меры для обеспечения безопасности учащихся и теперь им приходится ездить на грузовиках и лодках чтобы добраться до своих школ в камеру не создаются пункты переселения для семей потерявших жилье и жертвами этого масштабного бедствия стали уже порядка десяти человек в результате стихийного бедствия повреждены множество зданий и погибло около тысячи голов скота сообщением национальных сми многие дома были повреждены из-за сильных дождей и всего от наводнения пострадало 200 тысяч человек и разрушена 8000 домов в свою очередь сотни людей переживших наводнения в нигерии сейчас вынуждены жить на скоростных автомагистралях они готовят еду и спят прямо на открытом воздухе под припаркованными грузовиками лагеря помощи в стране переполнены из-за наплыва беженцев чьи дома пострадали из-за стихии наводнение началось на прошлой неделе из-за сильных дождей и там была прорвана дамба с тех пор погибло не менее 30 человек и пострадали около миллиона многих людей разместили в лагерях но им не предоставили еду и чистую воду некоторые нигерийцы были выселены из мест временного размещения поскольку там просто-напросто закончились места временные поселения вдоль скоростной автомагистрали подвергаются воздействию стихии а жители уязвимы для ливней комаров и других рисков для здоровья что подчеркивает острой необходимости в увеличении поддержки и ресурсов для решения гуманитарного кризиса президент нигерии болоти нумбу в понедельник посетил лагерь для беженцев где живут выжившие после наводнения и во время своего визита он пообещал поддерживать народ власти мали заявили во вторник что столица бомоко находится под контролем после того как повстанцы атаковали там школу подготовки жандармов и другие районы города включая рапорт ответственность за нападение взяла на себя филиал аль каида джима нусрат уль ислам вам мусалим атаки на стратегические точки в бомоко стали первым случаем беспорядка в столице за многие годы вооруженного конфликта между правительственными войсками и исламистскими повстанцами которые происходят в глубине территории мали командующий армии генерал посетил школу которая подверглась нападению и сообщил что ситуация сейчас находится под контролем а боевики были нейтрализованы в репортаже по государственному телевидению были показаны около дюжины мужчин с завязанными глазами ситуация с безопасностью в мали оставалось неясно и в последующие дни после атаки повстанцев власти не подтвердили число погибших и в среду утром стало известно что возобновились полеты в главный аэропорт бомоко также по данным немецкой газеты бильд правящие в мали хунты нанесла авиаудар по маленькому городу находящемуся под контролем повстанцев и в результате погиб 21 мирный житель в том числе 11 детей по данным местных сми беспилотник сначала таковал единственную аптеку в тенаутине а когда местные жители собрались на месте удара дрон нанес повторную атаку убив еще больше людей впрочем власти мали пока сообщение эти не комментировали в судане из-за войны более 10 миллионов человек стали беженцами об этом говорится в докладе международной организации по миграции речь идет о внутренних перемещенных лицах по оценкам организации 8 миллионов человек были перемещены внутри страны и более двух миллионов человек как сообщается пересекли границы в соседние страны с момента начала конфликта между суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования более половины всех беженцев это дети в возрасте до 18 лет представитель детского фонда оон в судане заявил что по его оценкам 3,4 миллиона детей в возрасте до 5 лет в судане подвергаются высокому риску смертельных эпидемических заболеваний таких как холера малярия лихо лихорадка динге и корь сильными дождями и наводнениями в стране болезни могут распространяться быстрее и серьезнее ухудшить перспективы для детей в пострадавших штатах из-за их пределами кризис в судане вызван значительным снижением показателей вакцинации и разрушением инфраструктуры здравоохранения водоснабжения и санитарии и гигиены из-за продолжающегося военного конфликта по данным юнисеф охват вакцинации в судане упал до 50 процентов с 85 до начала конфликта а в зонах активных действий военных средний показатель составляет и вовсе 30 процентов министр здравоохранения судана хаятам мохаммед ибрагим официально объявил о вспышке холеры в стране 17 августа министерство объявил распространение холеры и назвала его причиной ухудшением экологических условий и использованием нечистой воды министерство также заявила во вторник что в стране было зарегистрировано 10000 случаев холеры включая 328 смертей и война в судане на сегодняшний день унесла жизни уже 23 тысяч человек это были все новости африки на сегодня с вами был антон лемесев оставайтесь на cbc а а и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok